Время интервью. Я Елена Сафронова. Здравствуйте. Наша работа – это сама жизнь, так говорят сотрудники ЗАГСов. 18 декабря 2022 года органы ЗАГС России отметили 105-летие со дня своего основания. По случаю этой важной даты мы решили пообщаться с руководителем Дворца бракосочетания Тольятти Ириной Сковородиной. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Я знаю, что вы также отмечали эту дату, вернее, было несколько мероприятий приуроченных к ней. Расскажите коротко, как вы встречали 105-летие. Ну да, дата значимая, так скажем, юбилейная такая. Мы ежегодно, как бы, свой профессиональный, мы считаем это своим профессиональным праздником, его празднуем в этом году. К 105-летию органов ЗАГС мы провели 15 декабря день открытых дверей во Дворце бракосочетания. Пообщались со студентами гуманитарного колледжа, рассказали им о работе органов ЗАГС. Они задали вопросы, которые их интересуют в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Они стали участниками, гостями на торжественной регистрации заключения брака пары, которая в этот день регистрировала брак. Им очень понравилось это событие, они очень восторженные были. В этот же день у нас прошло участвование юбиляров в супружеской жизни, приуроченный также к Дню образования органов ЗАГС. Ну а в субботу, 17 декабря, в канун праздника, мы провели встречу с ветеранами нашей службы, ветеранами тольяттинских органов ЗАГС. Мы пригласили их к нам во дворец, также провели экскурсию, потому что многие из них, в принципе, все практически они давно ушли на пенсию. И вот дворец, во всяком случае наш, после капитального ремонта, увидели впервые. Тоже были достаточно так обрадованы увиденным. Мы пообщались, они рассказали о своей жизни, мы им рассказали о том, что нового в нашей профессиональной сфере происходит. Ну, такое вот теплое, дружеское общение как бы предоставило наш профессиональный праздник. Ну здорово. А, кстати, в профессиональной сфере у вас-то много нового чего появилось. И, например, в последние годы в ЗАГС можно обратиться по электронной почте в электронном виде, через электронные какие-то сервисы, да? Расскажите об этом, и что еще нового появилось? Да, действительно, в органы ЗАГС можно подать заявление сейчас в электронном виде. И масса, количество таких заявлений растет очень активно. Надо сказать, что цифровая грамотность наших граждан радует, что люди не боятся сейчас этим пользоваться. Конечно, когда вот только начиналось все, когда первые заявления поступали, в основном началось заявление о заключении брака, и когда они поступали к нам, было очень волнительно, как это будет происходить, все ли будет срабатывать правильно, да? Все нормально. Сейчас мы уже к этому привыкли, сейчас это для нас уже норма. Конечно, подача заявлений в электронном виде именно на заключение брака пользуется большей популярностью. Более 60% заявлений на заключение брака подано у нас через портал государственных и муниципальных услуг. Кроме того, можно подать заявление на регистрацию рождения, на регистрацию расторжения брака можно также воспользоваться порталом госуслуг. В принципе, на любой акт гражданского состояния заявления подаются через портал госуслуг. Просто я говорю о тех актах, которые регистрируются у нас в дворце. Ну, я понимаю, подать заявление на развод дистанционно это удобно, а прийти, подать заявление на заключение о браке, наверное, это все-таки свой род традиция есть. Так что люди, наверное, как-то... Да, вы знаете, есть такие люди, вот прям буквально недавно был звонок, мы объясняем гражданам, что вы можете воспользоваться, значит, порталом госуслуг, на что мужчина говорит, да вы что? Это же, как это не позвать? Да, это же такое волнительное событие. Я же должен пригласить свою девушку в ЗАГС, подарить ей цветы, потом мы должны же пойти это отметить, это же для нас праздник. Ни в коем случае мы придем, лично подадим заявление. И хорошо, что такие традиции, и вот такое восприятие этого замечательного, значимого события в жизни у людей сохраняются. Но мы никуда не денемся от электронных сервисов. Есть пары, которые живут в разных городах, работают, но планируют в какую-то дату приехать сюда, и здесь у нас зарегистрировать брак. И это им в помощь, потому что это удобно. Ну, разные бывают ситуации, действительно, что еще нового? Ну, что нового? Ну, самое главное, что сейчас органы ЗАГС все работают вот с января 2022 года по экстерриториальному принципу. Что это значит? Что вы можете обратиться в любой орган ЗАГС на территории Российской Федерации, независимо от места вашего проживания, от места регистрации акта гражданского состояния. Вы можете получить любые повторные документы, справки, внести исправление в актовые записи, обратившись в тот ЗАГС, где вы находитесь в данный момент. И неважно, прописаны вы или не прописаны в том месте, где вы живете, находитесь, работаете. Этот вот принцип экстерриториальности стал возможным благодаря тому, что создан единый государственный реестр записи актов гражданского состояния. И до сих пор происходит его пополнение, детализация. Мы в режиме реального времени сотрудничаем, взаимодействуем с органами ЗАГС других регионов, потому что всякие ситуации встречаются при выдаче гражданам повторных документов. И буквально вот очень быстро отрабатываем какие-то такие нюансы, где какие-то недочеты в актовой записи, где-то что-то из рукописного документа неправильно было вдруг перенесено. Очень быстро все исправляется, и граждане получают услугу здесь и сейчас. И вот этот принцип человека-центричности или клиента-ориентированности, как у нас сейчас это принято говорить, в органах ЗАГС, он на первом месте, так скажем. Люди должны уйти удовлетворенные полученной государственной услугой. Как изменилась работа ЗАГСа в период мобилизации? Этот вопрос стал актуальным в этом году. И говорили, что свадеб на этом фоне стало больше. Правда ли, что люди торопились подавать заявление? Ну, вы знаете, да. Когда была объявлена мобилизация, заявление о заключении брака было подано очень много. И надо было очень быстро принимать решения в отношении лиц, мобилизованных на выполнение задач на специальной военной операции. И, конечно, мы к этому подходили очень гибко. Если гражданин обратился, и он находится в расположении воинской части, и у него нет возможности каждый день выходить, либо куда-то уже уехали, они пришли, при наличии документов, которые подтверждают основания нам для сокращения срока, мы регистрировали брак в день подачи заявления. То есть подавали заявление, и в этот же день сразу мы регистрировали брак. На сегодняшний день 84 пары таких мы зарегистрировали. Кто-то прямо в день подачи заявления, кто-то с сокращением срока. Но, тем не менее, статистика такова, что во дворце бракосочетание 84 семьи мобилизованных созданы. А чего вы вообще в последнее время больше регистрируете? Браков или разводов? Есть такая статистика? У нас всегда браков больше. У нас всегда браков больше. 2456-ю актовую запись, опять же, мобилизованную, только что зарегистрировали. Это особенности нашего города, или, может быть, страны в целом, ситуации в целом в стране? Как-то вот эти цифры можете нам прокомментировать? Почему так происходит? Вообще, это, наверное, особенность дворца бракосочетания. Я не могу говорить за другие органы ЗАГС. Не смотрела там статистику по бракам и разводам. У нас статистика положительная, и это радует. Понимаем, что для людей всё-таки понятие семьи, оно важно. Для них важно... И вот, кстати, вот эта ситуация с мобилизацией, вообще с специальной военной операцией, как раз, мне кажется, и показывает, что ценность семьи возрастает в понятиях людей, что кто ближе-то к тебе, кто о тебе позаботится, как говорится, о тебе будет переживать, помолится, когда ты там. И когда вот приходили такие пары, очень трогательные, очень... Вот в их глазах, наверное, вот было вот этот вот трепет, волнение. И несмотря на то, что это было, может быть, не очень торжественно, потому что они прямо там с учений, в этой своей вот форме военной, приезжали некоторые там невесты у нас из других городов. И всегда это волнительно, и мы делали всё для того, чтобы этот день для них запомнился. И насколько было возможно сделать это торжественно, мы это делали. Был у нас день 5 ноября, когда в один день мы зарегистрировали 12 пар. Прямо сразу, да, вот они приехали к нам, 12 пар, мы приняли заявление, зарегистрировали брак в торжественном зале, в общем, под марш Мендельсона, всё как положено. А что с рождаемостью? Да, ну, и с рождаемостью, в принципе, всё нормально. Может быть, немножечко в этом году снизились показатели, но не могу сказать, что намного упали, так скажем. В принципе, мы, наше количество зарегистрированных актов рождения во дворце бракосочетания в районе 2000, оно стабильно из года в год. Сейчас появился такой сервис, рождение ребёнка, суперсервис его называет. Что это за суперсервис? Расскажите об этом тоже, чем он может быть полезен? Ну, да, суперсервис рождения ребёнка, это очень полезный, так скажем, электронный сервис, благодаря которому мамочки, не выходя из дома, могут оформить и произвести государственную регистрацию рождения ребёнка, оформить все необходимые пособия, выплаты, СНИЛСы и так далее. Вот этот суперсервис уже работает у нас в Самаре, мы ждём, что вот буквально должен начать работать и у нас в Тольятти. Мама, находясь в медучреждении, заявляет о том, что она хочет получить медицинское свидетельство о рождении в электронном виде. Медицинское учреждение оформляет электронное медицинское свидетельство, в личный кабинет на портале госуслуг маме приходит это свидетельство, и она может подавать уже заявление в органы ЗАГС для регистрации рождения. Если мама состоит в браке, соответственно, заполнив свои данные, переправляет папе, папа подтверждает присвоение ребёнку имени, фамилии и направляет в орган ЗАГС. Орган ЗАГС в течение рабочего дня от момента получения этого заявления регистрирует, при условии, что всё заполнено верно и нет никаких вопросов к заявлению, регистрирует записи акта о рождении ребёнка. И затем в течение 7 дней родители должны выбрать орган ЗАГС, который они обратятся за получением уже свидетельства о рождении на бумажном носителе. Но вот буквально в следующем году, в июле 2023 года, планируется переход у нас на реестровую модель предоставления государственных услуг. Тогда уже даже на бумажном носителе свидетельства получать не будет необходимости, оно отпадает. И оформив все необходимые акты гражданского состояния, мы говорим о рождении в данном случае, дальше оформление происходит проактивно. Все организации, в которые граждане будут обращаться для оформления каких-либо пособий, документов, неважно, все будет запрашиваться этими организациями в электронном виде, в единый государственный реестр. Понятно, то есть цифровизация во всем. Да. ЗАГСы у нас полностью все в цифровой теме, еще и гражданам хочется посоветовать тоже быть в этой теме. Не, ну граждане очень даже сейчас в теме, активно этим пользуются. Но остается у нас только свидетельство о заключении брака, мы его пока... Оно у нас будет на бумажном носителе, поскольку торжественную регистрацию заключения брака мы, конечно, будем проводить и вручать эти свидетельства молодым супругам. Ну, как такое отправная точка. Традиция сохранится. Да, сохраняем отправная точка до истории семьи. Ирина Владимировна, традиционный вопрос. Какие имена давали новорожденным в уходящем году? Какие имена были самые популярные? И если есть прогнозы на будущее, как будут называть детей в году следующем? Есть ли тенденции? Ой, вы знаете, да, сейчас очень количество имен настолько разнообразно, что вот очень много имен в единичном, там, два-три имени дают. Но сказать, что там они необычные, очень не скажешь. Но у нас есть такой рейтинг. Мы, как правило, пятерки лидеров. И в пятерке лидеров у девочек у нас уже на протяжении нескольких лет, да, это Анна, Мария, Виктория, Полина и Ева. Вот пять самых популярных имен девочек. Уже много лет. Да, действительно. Ну вот Ева, наверное, в этом году вышла в эту пятерку. Среди редких имен девочек я бы выделила Версавия, Афина, Кая, Лукерия и Района. Вот такой с Йо, да, Района. Не знаю, как-то. А мальчики? Среди мальчиков, как всегда, популярны Артём, Михаил, Александр, Матвей и Лев. В этом году много называли именем Лев. Среди, так скажем, редких Никон, Рафаэль, Ясин, Фадей и Мартин. Такие вот единичные, наверное, необычные имена. Надя, немножко личный вопрос. Мы сегодня много говорили о традициях, так получилось. Сотрудники ЗАГСов, они привыкают вот к этим церемониям, к тому, что люди приходят на заключение брака, проводят свадьбу, еще по каким-то там, регистрируют детей, такие торжественные события, по которым обычно люди испытывают особый трепет, особое волнение, особое чувство. Для сотрудников ЗАГСа это также волнительно спустя многие годы работы. Вот ваши ветераны, что про это говорят, вы сами как это чувствуете? Ну, знаете, конечно, мы привыкаем, для нас это работа. Невозможно, наверное, вот на каждой регистрации гореть, как первый раз, волноваться. Нет, оно волнение, наверное, присутствует, но появляется оно, знаете, когда ты чувствуешь вот в той паре, которая заходит в зал, это же на каком-то таком уровне происходит, происходит, ты видишь этот отклик того, что ты говоришь, и как откликаются в сердцах людей твои слова. И бывает, конечно, что вдруг и тебя захватывают какие-то чувства, особенно так вот, когда танцуют, и вот видно, как насколько это вот родители, гости, как для всех это трепетно и важно. И тогда и у меня так в сердце раз, что-то такое колыхнется. Но, в принципе, ну, будучи сна, конечно, это работа. И несмотря на то, что, может быть, не плачешь на каждой регистрации, не трепещешь, но, тем не менее, каждый из нас старается сделать эту регистрацию неповторимой, незабываемой, чтобы вышли молодые супруги из зала в полном ощущении, что только для них были эти слова, только для них было это торжество. Ну, желаю, чтобы эти чувства всегда вас сопровождали в вашей работе и в жизни вообще. И, может быть, вы хотите сейчас обратиться к нашим горожанам накануне новогодних праздников, что-то пожелать и сказать какие-то важные слова. Ну, конечно, всех, дорогие тольяттинцы, поздравляю с наступающим Новым годом. Пожелать хочется всем, конечно же, крепкого здоровья, мира, мира всем нам, мира в каждой семье. Пусть больше будет приятных моментов, радостных моментов в вашей жизни в новом 2023 году. Пусть вас радуют ваши дети, пусть родители будут здоровы, приходят к нам на праздники почествования юбиляра в супружеской жизни, когда достигнут этих юбилейных дат. И пусть Новый год приносит нам всем счастье, радость, тепло наших сердец. Ну и крепкого здоровья еще раз всем. Спасибо вам большое за эту беседу и за эти пожелания. Я напомню, у нас в студии была руководитель Дворца бракосочетания Тольятти Ирина Сковородина. Для вас работала Елена Сафронова. Всем приятных событий в жизни. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова